Если честно признаться, то делала их в детстве, наверное, давненько. Я вот в этом году решил сделать вакцинацию от гриппа. Я призываю всех это сделать, ну а более подробно расскажет, в принципе, о прививках и о их пользе, думаю, наш следующий гость. Действительно, прививки от гриппа мы стали делать не так давно, поэтому еще не все привыкли вообще к этому понятию, не все понимают, наверное, пользу этих прививок. У многих совершенно разная реакция на это, поэтому мы сейчас попробуем расставить все точки над «и». И у нас в гостях Вера Владимировна Павлова, заведующая отделом межведомственных связей и комплексных программ профилактики. Врач-методист Центра медицинской профилактики. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, вот есть всякое двоякое мнение. Одни говорят, что вакцинация – это добро, другие говорят, что это зло. Давайте развеем миф. Ну, вакцинация, безусловно, это добро, если ее проводить правильно. Поскольку со многими заболеваниями инфекционными удается их контролировать, именно благодаря вакцинации. Сейчас даже есть такой термин – контролируемые инфекции. То есть те инфекции, которые при определенных совместных усилиях врачей и людей самих можно снизить до минимума заболеваемость. То есть человеку можно гарантировать до 80%, что он не заболеет. Ну, естественно, существует это лекарство, препарат какой-то, существуют определенные противопоказания, существует стечение обстоятельств, я бы даже сказала. Существуют индивидуальные свойства организма. И когда люди сталкиваются вот с этими случаями, они более эмоционально воздействуют, чем то, что человек не заболел. Ну, вот представьте, детей вакцинируют от заболеваний, от паратита, свинки в народе, от кори, от столбняка, от дифтерии. И человек этим не заболевает. И эмоционально, ну, ему кажется, ну, не заболел, и все. То есть никак. Все хорошо. И возникают другие проблемы в жизни, которые вытесняют. Вот. Но когда у какого-то человека возникает на вакцину реакция, даже она может быть не очень серьезная, но мы же хорошо к себе относимся. Если у нас поднялась температура, мы же переживаем, естественно, нам неприятно. Или, допустим, болит вместо укола, если это вакцина инъекционная. Не все вакцины колются, да. Если у ребенка после инъекции возникло послабление стула, вот так бывает после, ой, извините, после вакцинации, закапывания в нос, вот вакцина от полиомиелита закапывает в нос. Естественно, у каждой мамы, особенно у такой мамочки, которая очень внимательная сейчас, очень распространены, такие мамы надо отдать им, должны. Они действительно внимательны. Это хорошо. Но эмоционально мама начинает переживать, рассказывает всем. И это оставляет след в такой вот психологический, и люди начинают бояться. Кроме того, конечно, сейчас существует такое движение, целенаправленное, общественное, антипрививочное, и они используют именно такие приемы, воздействуют очень сильно на эмоции людей. Не дай бог, если у ребенка еще после вакцины, это не значит, что вследствие вакцинации. Далеко не всегда возникло заболевание. Давайте мы еще некоторые мифы озвучим, а вы, например, их прокомментируете. Очень интересно в этом случае услышать мнение специалиста. Опять-таки, чтобы не было, как слухи по народу ходят. Говорят, что последние 2 или 3 года действительно наблюдается огромное количество случаев ОРЗ и ОРВИ. Это действительно так. Но и это, опять-таки, связывают с прививками. То есть приписывают именно им то, что делают прививки, и в итоге люди становятся сами источниками заражения. Падает иммунитет. Да, падает иммунитет, но они заражают других, здоровых людей, тех, кто эти прививки не делал. То есть вот в тот момент, пока он сам... В вакцине от гриппа не содержатся вирусов полноценных. Или очень ослабленные, или в большинстве вакцин там только частицы вируса. То есть он не может самособраться, как конструктор лего, и стать причиной инфекции. Рост ОРВИ, ну, вообще-то, на самом деле, он не отмечается какого-то необычного роста. Действительно, вакцинируем мы только от гриппа. Именно потому, что у него есть особенности у этого заболевания, у гриппа, по сравнению с другими. То есть видов вирусных инфекций вот на территории Крыма, по данным, например, нашей кафедры инфекционных болезней крымской, циркулирует, вот именно респираторных, не берем грипп именно, около 20 различных видов, то есть штаммов, как научно называют. Это разные вирусы, и они вызывают разные заболевания. То есть 20, представляете? И, естественно, человек, который провакцинировался от гриппа. Но посмотрите, какая у нас неустойчивая погода. Потом, если уж быть честным, у нас люди не делают вакцины, но в то же время и не укрепляют свой иммунитет, как это положено. Давайте скажем честно. Каждый из нас подойдет к зеркалу, посмотрит, насколько у нас цветущий вид, подумает, что он ел сегодня, как он пил, какую жидкость, что, как, как он выспался, сколько километров он пробежал, сколько движений, приседаний он сегодня сделал, сколько времени провел на свежем воздухе и так далее. И мы поймем, что те примеры, которые приводят антипривычники, «Вот, мой дедушка не болел». Да, но дедушка вставал в 5 часов утра, выходил в огород и заходил за ходом солнца. Возможно. Возможно, он был от природы более крепкий и так далее. То есть хорошо, но мы же не делаем и того, что можно делать. То есть не ведем такой здоровый образ жизни. Вот. Естественно, на фоне такого образа жизни, плюс, возможно, какое-то хроническое заболевание. Кто-то перенес операцию и так далее. Человек получает вирус негриппозный, но переносит его тяжело. От него у него не было вакцины. И потом хоть... Потому что у нас так, у нас люди... Если была температура 40 грипп, температура 40 лет не грипп, это не так. Даже вирусы, которые, в общем-то, у соседа может протекать с температурой 37,5 легким насморком, у другого соседа может протекать с температурой 40, потому что это его индивидуальная реакция. И он говорит, у меня грипп, мне просто не поставили врачей. Но это на самом деле не так. Вот и все. И так рождаются легенды. Надо подчеркнуть, почему среди прочих выделяется именно грипп, потому что он наиболее токсичный штамм и обладает нерно-токсичным эффектом. Не нейротоксическим, а капилляротоксическим. Это он очень плохо воздействует на наше кровообращение. И ослабляет ткани, когда нарушено кровообращение, не получают достаточно кислорода, не могут нормально сопротивляться. Это грипп. И во-вторых, дело в том, что к гриппу... Вот о чем мы говорили, об иммунитете, здоровые люди. Но дело в том, что с гриппом так не получается. Да, есть люди, которые действительно переносят... То есть, чтобы человек... Вот он попадает в зону, где больны гриппом. Ну, если он без маски, не помыл руки и так далее, и пробыл там долго, он заразится. Да, есть такие люди, как, скажем, крепкие, которые не очень тяжело переносят грипп. Ирина Дерина, извините, вынужден вас прервать. Но я бы еще хотела задать такой вопрос, очень важный. Какие штаммы гриппа нам ожидать в этом году? Вот перечислите. Ну, это группа B, HN1. Можно так сказать попроще? Птичь там свиной, калифорнийский. Нет, никаких птичьих свиной, там калифорнийский. Обычный наш штамм группы A. Ростов-советский. Да, B, которые тоже, они обычно, то есть все те, которые уже циркулировали, так скажем. То есть ничего сверхъестественного. Ну, надеемся. Дай бог. Спасибо большое. Напомню, у нас сегодня в гостях Вера Павлова, заведующая отделом межведомственных связей и комплексных программ профилактики, врач-методист Центра медицинской профилактики.